Слава и благодарение нашему Господу, братья и сестры! По великой любви и милости Его мы сегодня здесь, потому что Его милосердие, как всегда, и сегодня вновь обновилось к нам. За что? Слава нашему Господу! Я прочитаю одно местописание из Откровения с первой главы, здесь сказаны 17-м стихом такие слова, «Когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есен первый и последний, и живый, и был мертв, и сей жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Братья и сестры, когда Иоанн в Откровении увидел мужа, то он очень заинтересовался, кто же он. И когда он его увидел в славе и величии, то он пал к ногам Его, как мертвый. Он знал Его, он с Ним ходил по земле, он возлежал на груди Его, он учился у ног Его. А теперь он увидел Его в славе и величии. И когда он увидел Его в славе и величии, он просто упал перед Ним. И он сказал ему, «Я есен первый и последний, я был мертв и сей жив во веки», чтобы каждому из нас, друзья, помочь пройти свой жизненный путь. Потому что мы проповедуем Иисуса Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Мы ожидаем, что Он явится, явится для того, чтобы взять нас в вечные свои обители, где Он приготовил место для нас с вами, где Он разделит с нами вечную участь, и мы будем в вечной радости с Ним. Но нам предстоит еще пройти определенный путь. И каждый из нас должен приготовиться к этой встрече. Эта встреча приближается с каждым днем все ближе и ближе. И мы часто слышим о том, что время последнее. И время действительно последнее. И мы должны очень серьезно думать о себе, о своей жизни, думать о той встрече, которая скоро нам предстоит. Чтобы нам не оказаться с потухшими светильниками, но чтобы с горящими светильниками встретить нашего Господа. Я хочу продлить ту тему, о которой я последний раз говорил, об обновлении святилища. Мы уже тот раз говорили, мы подробно прочитывали о том, как было осквернено святилище, в котором жил Господь, где Господь являлся, где Господь открывался. И как там была внесена мерзость запустения. И как осквернилось святилище. И как впоследствии оно опять обновилось. И мы говорили о том, что наше тело тоже является храмом Святого Духа. Мы тоже, каждый из нас является святилищем. И мы ответственны за наше духовное состояние, за состояние нашего внутреннего человека, в котором живет Дух Святой. Братья и сестры, потому что когда святилище осквернено, то там Дух Святой не может жить, он не может там обитать. И оно находится в запустении. Я бы хотел напомнить очень кратко первый пример. Это про Йова. Это человек, можно сказать, с разрушенной судьбой. Он никогда, возможно, этого не ожидал, хотя и говорит, что то, чего я боялся, то и постигло меня. Этот человек был человеком праведным, благочестивым, потому что сам Бог о нем говорит. И на его жизнь восстал сатана. Я думаю, все это было тоже провидением Божиим. И в конечном счете, Бог добивался своей цели в жизни Йова. Но когда на него восстал сатана и клеветал на него пред Богом, он говорит, а разве он даром богобоязнен, когда ты со всех сторон его окружил? А вот попробуй забери у него все это, прославит ли он тебя. И Бог допустил ему. И он не допустил его коснуться самого Йова. Он коснулся всего имущества его, коснулся детей его. Но лично Йова, хотя это все касалось его, но лично его здоровья, лично его жизни это не коснулось. И Йов остался верным Богу. И когда второй раз дьявол предъявил свои претензии, он сказал, ну, конечно, жизнь за жизнь, а за душу свою он все отдаст. Вот коснись его. И Бог допустил ему это испытание. И мы все знаем, до какого состояния дошел Йов. Я только прочитаю одно место из 17 главы. Это состояние Йова, в котором он пребывал. Он говорит, дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Он остался в полном одиночестве, друзья мои. Ему уже мерещились гробы. Он сидел в пепле и скоблил себя черепицею для того, чтобы освободиться от этого тяжкого бремени. Он был в полном одиночестве. И Господь иногда помещает людей в одиночество для того, чтобы у них все надежды на какие-то человеческие помощи просто исчезли, чтобы человек научился полностью доверяться Господу. И он говорит такие слова. В следующей главе он говорит такие слова. Братьев моих он удалил от меня. И знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои. И знакомые мои забыли меня. Дыхание мое опротивило жене моей. И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей. И я остался только с кожей около зубов моих. Друзья мои, если прочитывать книгу Йова, я думаю, вы ее уже по несколько раз каждый перечитали, то это очень тяжелое состояние, в котором пребывал Йов. И самое главное, он не знал, он не понимал того, почему это с ним происходит. Это мы уже, читая, знаем. А он этого не знал. Он не знал, чем закончится его жизнь. Он не знал, для чего Господь это допустил. Он даже требовал суда от Бога, хотел судиться с Богом. Боже, почему это происходит в моей жизни. И находясь в таком состоянии, вот о чем я хочу сказать, что надежда в его сердце и упование на Бога, оно не угасло. Хотя угасала его земная жизнь, но эта надежда, она не угасла. И он говорит такие слова, 25 стихом. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающийся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Вот эта надежда, друзья мои, когда он был в таком физически, можно сказать, подавленном, разбитом состоянии, надежда в его сердце, она не угасала. И Бог, видя все это, благословил последние дни Йова. Я хочу прочитать из последней главы, здесь сказано так. «И отвечал Йов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, указывая на себя, кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Я слышал о тебе слухом ухо, «Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья мои, все вот эти жизненные обстоятельства, они привели Йова в то состояние, что он осознал, что он до конца Бога все-таки не понимал. И когда он обратился к Богу и он говорит, «Я слышал о тебе слухом ухо, а теперь мои глаза видят тебя, я отрекаюсь и раскаиваюсь». Бог подвел его в то состояние, чтобы он осознал свое ничтожество пред Богом. И только после того, когда он глубоко смирился, и когда Бог сказал его друзьям, чтобы они принесли жертвы, и Йов должен был помолиться за них. Фактически, это были его враги, они осуждали его, они клеветали на него. И он считал их недоброжелателями своими. Но Бог подвел его к тому, что он должен был смириться и совершить за них молитву и благословить их. И после того, когда он это сделал, Бог восстановил его. Друзья мои, Бог всегда, очищая святилище, выносит все то, что там есть. Может быть, человек даже этого еще не видит, не замечает. Но Бог-то видит и знает все. И поэтому все то, что допускает Господь, как и апостол Павел говорит, что любящим Бога и призванным по Его изволению все, то есть все обстоятельства жизни, служат ко благу. И Йову это тоже было ко благу. И Бог благословил в последние дни Йова больше прежних. И дал ему гораздо больше и земного богатства. И дал ему дочерей и сыновей. Красивейших дал. И еще продлил ему жизнь. И он жил после этого еще 140 лет благословенной жизни. Не помня о тех испытаниях, которые он переживал. Друзья мои, второй пример, который я хочу напомнить, он записанный в Евангелие Марка в пятой главе. Я хочу здесь немножко поподробнее остановиться, потому что первый пример это как бы физическое поражение человека, где Господь обновил его, всю его жизнь обновил. Это одна только, можно сказать, область, хотя были задеты все области, и область тела, и область души, и область духа. Но второй пример, о котором я хочу прочитать, он записан в Евангелии Марка, где поражение было, можно сказать, полностью. И дух, и душа, и тело этого человека были поражены. Я прочитаю с конца четвертой главы. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Друзья мои, Христос, мы читаем выше, целый день учил народ, множество народа. Он был утомлен, устал. Мы видим из того, что переплывая это море, Галерейское море это небольшое море или озеро, которое всего в ширину оно составляет всего в самом широком месте 12 километров. И когда ты стоишь на одном берегу, видно другой берег. А в длину оно чуть больше 20 километров. И вечером Христос сказал своим ученикам, переправимся на другой берег моря. Почему Христос день уже был склонился к вечеру, уже могли бы отдыхать. Почему Христос сказал ученикам переправимся, что он там хотел сделать на том берегу моря, друзья мои? У Христа время было очень лимитировано. Он просто так зря не растронжиривал свое время. Но он хотел. Все его желания, они соответствовали желаниям Отца Небесного. Потому что он сам говорит, я никогда ничего не делаю, если прежде не увижу Отца Творящего. Я думаю, на это была воля Божия. И когда они переплывали море, море поднялась великая буря. Христос в это время спал. И ученики будят его и говорят, разве тебе не нужды нету, мы погибаем. Друзья мои, я думаю, что эту бурю, это было не просто природное явление, эту бурю поднял дьявол. Для того, чтобы устрашить учеников, чтобы они не переплыли, потому что Иисус Христос хотел переплыть на другой берег моря для определенной цели. Он хотел устрашить, чтобы они не переправились, чтобы они, может быть, вернулись назад. Это было, я так думаю, это мое мнение, не просто природное явление. Но Христос встал и сказал, умолкни, перестань. И тут же ветер перестал и прекратился. Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И он их всегда разрушал. И когда ученики недоумевали и говорили, кто же он такой, что и ветри, и буря повинуется ему. Кто он такой? Друзья мои, он переправлялся для того, чтобы успокоить гораздо большую бурю. Бурю духовную, которая продлевалась уже много-много лет. И когда он только вышел на берег моря, пришел на другой берег моря в страну Годоринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован окованными и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя, не мучь меня, ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из всего человека, и спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много, и много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той, послужит там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам выйти, войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе, и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что же случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились, видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а он сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать десятиградий, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Друзья мои, эта история, мы ее много раз прочитывали. Эта история, вы знаете, когда люди о ней говорят или рассуждают, то возникает очень много вопросов. Почему именно Христос переправился? Почему Он не совершил на том берегу никакого дела, кроме как исцелил или освободил вот этого единственного человека, одержимого легионом бесов? И Христос, будучи настолько уставшим, что Он даже переправляясь через озеро уснул, хотя там расстояние небольшое, и не мог ли Иисус Христос просто выгнать бесов для того, чтобы не уничтожить этих две тысячи свиней? Какой весь смысл Божий в этом кроется, друзья мои? Некоторые даже комментаторы говорят, я проверял это местописание, некоторые говорят, ну, Христос просто пошел на поводу дьявола и уничтожил свиней и этим самым закрыл себе доступ в эти страны там проповедовать Евангелие. Даже вот так люди мыслят об этом. Друзья мои, но я думаю, что здесь есть особый замысл Божий. И мы прошлый раз, когда мы читали об осквернении святилища, читали о том состоянии, это событие произошло за 160 лет до пришествия Иисуса Христа. Буквально перед его самым пришествием это было состояние народа. Когда Антиох Епифан заставлял их поклоняться идолам и приносить идоложертвенную пищу, а именно свиней в жертву, то многие задают себя вопросом, откуда в Израиле такое стадо свиней, две тысячи свиней. Некоторые говорят, это вообще не израильская территория. Друзья мои, Йосиф Флавий описывает, что именно Гадаринская страна это территория, где жили юдеи. И именно там у них даже был свой Синедрион. Это была юдейская сторона, это были юдеи, которые держали свиней. Как это выглядело в глазах Божьих, это другое дело. Но эти люди приучили себя, начиная от Антиоха, когда многие отступили от веры, они стали держать свиней и стали приносить идоложертвенное и поклоняться бесам. И через то эта проблема пришла в их страну. Христос сказал, я послан наипачек покипшим овцам дома Израилева. Он ничего еще общего с язычниками не имел. Это были не язычники, это был народ израильский, отступивший от Бога. Это был народ, который был призван служить Богу живому. Они поклонялись, и я прочитаю об этом из книги пророка Исаии, где Господь говорит о том состоянии, в котором находился народ. Это 65-я глава книги пророка Исаия. Всякий день простирал я руки к моей к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносят жертвы в рощах, сожигают фемиам на черепках, сидят в гробах и ночуют в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое вариво в сосудах у него. Друзья мои, не похоже ли это с тем, вот они, написано здесь, Бог через пророка Исаия обличает этих людей и говорит, они постоянно оскорбляют меня в лицо. Они поклоняются другим богам. Они едят мерзость, свиное мясо и мерзкое вариво в сосудах у них. И как Бог это терпел? И он говорит 6 стих «Вот что написано пред лицем моим, не умолчу, но воздам, воздам в недра их». Бог говорит, за то, что вы так поступаете, за то, что вы оскорбляете меня в лицо, служите иным богам, то я воздам вам в недра ваше. А что такое в недра ваше? Это будущим поколениям, это вашим детям. Я прочитаю одно место из Еремии, 32 главы, здесь написано так, 18 стихом здесь сказано так. Бог говорит, «Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов, воздаешь в недра детям их после них». Бог воздаёт. Друзья мои, и когда пришёл Иисус Христос на землю, его цель была, чтобы измученных людей отпустить на свободу. Это была цель прихода Иисуса Христа. И этот весь род людей, который находился уже больше ста лет в полном осквернении, который служил вместо Богу, хотя это был народ избранный народ израильский, служил иным богам. Ещё одно место напомню из второзакония. Здесь сказаны такие слова в 32 главе. Здесь Бог говорит об этом в законе. Он предупреждал, что если такое будет происходить, 32 глава, я напомню с 15 и 17 стиха. Здесь сказано так. «И ел Яков и уточнел Израиль и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и призрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями своими разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы их». Друзья мои, это не просто безобидное поклонение, это есть нарушение воли Божьей. И когда Бог во Второзаконии в 14 главе говорит, когда Он своему народу давал закон о пище, что они могут употреблять, а что нет, Он говорит, «Не вкушайте никакой мерзости». Все, что Богом запрещено употреблять в пищу, оно является перед Богом мерзостью. Поэтому Он здесь и говорит, «Богам чуждых, богами чуждыми они раздражали меня, и мерзостями своими разгневали меня». Друзья мои, всякий грех, который совершает человек в своей жизни, он является основанием для того, если человек в нем не покается и не оставит, он этот грех вносит в храм свое святилище, оскверняя его, и Бог удаляется. Но Бог по своей великой милости опять призывает человека к обновлению и освящению, потому что характер Божий, написано в 144 псалме, он поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных, Бог хочет каждого поднять. И если человек даже и согрешил, то апостол Иоанн говорит, а если мы согрешаем, то мы имеем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Бог хочет опять обновить, чтобы наш храм был очищен, чтобы все нечисто было вынесено оттуда, и чтобы опять служение Богу в Духе Святом совершалось в нашем святилище, в нашем храме, в храме нашего сердца. Друзья мои, и поэтому это событие, которое совершил Иисус Христос. И если этот человек был одержимый, то на это была причина. И Христос устраняет сначала причину, а потом освобождает человека от одержимости, от этого легиона бесов. Знаете, есть поговорка такая, ты реши мои проблемы, только свиней моих не тронь. Друзья мои, а вот как раз в этом-то и заключается действие Божие, что очень часто сначала нужно изгнать свиней для того, чтобы потом человек получил очищение. Сегодня в христианском мире принято, и теологи учат этому, что сегодня больше нету нечистой пищи, сегодня можно есть все, потому что Христос сказал, все, что входит в уста, не оскверняет человека. И когда Христос явился Петру, он сказал ему, то, что я очистил, не почитай нечистым. И люди принимают, друзья мои, но когда Бог в законе сказал, что не ешьте никакой мерзости, то это есть мерзость перед Богом, и это будет мерзостью до последнего дня, за которое Бог в определенное время взыскивает людей. Никогда то, что, если вы прочитаете в законе, никогда то, что являлась мерзостью, вот Бог говорит, пусть мужчина не ложится с мужчиной, как с женщиной, это мерзость предо мною. Как вы думаете, это тоже может вдруг перестать быть мерзостью? Хотя, кстати, сегодня многие церкви утверждают, что сегодня это уже больше не мерзость, и сочитывает в церквях таких людей. Друзья мои, согласен ли с этим Господь? То, что перед Богом когда-то было мерзостью, оно останется навсегда, потому что Бог неизменный в слове своем. И то, что он определил как мерзость, оно остается как мерзость, и за это Бог взыскивает. Поэтому Богу Христу нужно было сначала для того, чтобы освободить этого человека, разрешить проблему, посредством которой эти бесы имели право вселиться. и Бог уничтожил эту причину, хотя ему пришлось уничтожить две тысячи свиней. Некоторые люди говорят, ведь этим количеством давайте просто посмотрим, две тысячи свиней. Я очень тороплюсь, я вижу, я уже не укладываюсь ни во времени, ни в чем. Витя, мы с Витей уже немножко договорились, я хотел, чтобы он сказал словом, он говорит, нет, иди ты, скажи. Хорошо, я тогда успокоюсь немножко. Братья и сестры, две тысячи свиней, это немалое количество, это как минимум, если по сто, в среднем, это двести тысяч килограмм мяса. Какое бы количество людей можно было бы накормить таким количеством мяса, друзья мои. Но Бог никогда свинину не считал пищей. Бог сказал, это мерзость перед Богом. И это остается мерзостью. Я бы хотел, чтобы сегодня все христиане об этом услышали и узнали, что это есть мерзость перед Богом. Друзья мои, и это наказуемо Богом. И это не просто так, что Христос взял и послушался бесов, которые попросили его пусти нас в стадо свиней. Христос никогда с бесами не советовался и никогда им никаких уступок не делал. Но бесы знали, что они имеют право только на нечистое. И бесы входят туда, где есть что-то нечистое. Они как тараканы. Тараканы собираются там, где нечистота, там, где мусор. Убери мусор, уйдут тараканы. Так и бесы, друзья мои. И не только тот, что человек считает греховным, а то, что Бог считает греховным, за это Бог взыскивает людей. Это не говорит о том, что теперь все те люди, которые будут есть свинину, они будут одержимы. Нет, друзья мои, это тоже еще великая милость Божия, но каждый человек должен в этом покаяться. Это есть причина того, что бес имеет право в жизни этого человека. в жизни людей, которые пьют кровь, которые едят идоложертвенное, едят мерзость перед Господом. И поэтому очень многие из тех людей, которые сегодня занимаются служением освобождения, с печалью должны признать то, что мы не имеем власти над всеми бесами, над всеми нечистыми духами. Очень многие нам не повинуются и не выходят, даже когда мы им повелеваем во имя Иисуса Христа, они просто не уходят. Друзья мои, у Иисуса Христа таких случаев не было. Он изгонял абсолютно всех бесов. Проблема в человеке. И только тогда, когда каждый человек, кто занимается этим служением, будет на 100% повиноваться Иисусу, тогда все бесы будут повиноваться ему в имени Иисуса Христа. И поэтому очень многие не могут решить очень многих проблем. И Бог сегодня призывает нас к тому, это не просто случай, друзья мои, который произошел. Для того, чтобы освободить этого человека, очистить его святилище, нужно было вынести все то, что было причиной того, что бесы поселились в нем. И Христос это сделал. Он сказал, что легче сказать. Будь здоров или возьми постель и иди. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, друзья мои, сначала Христос прощает грех, за который принесено это наказание. Или постигло человека это наказание. А потом наказание уходит из жизни человека. Вот это был принцип, это была цель, почему Христос уничтожил две тысячи свиней. Это по крайней мере несколько сот до полмиллиона в долларах. Друзья мои, это колоссальный ущерб, который Христос нанес. Но Христос никогда не наносил ущерба, но к пище относился с такой бережливостью. Помните, когда он накормил пять тысяч человек, он сказал, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Там собрали кусочки хлеба, кусочки рыбы, может быть, недоеденной. Вот так Христос бережно относился к пище, то, что он считает пищей. И так небрежно отнесся к свиньям, которых просто бесы потопили в море, потому что это не было пищей, это было мерзостью, которую употребляли люди, за что их и пришлось наказывать, за что и бесы поселились в них. Друзья мои, это очень серьезные предупреждения, и Бог никогда ничего просто так не делает. И мне бы очень хотелось, очень хотелось, если мы хотим возобновить наши отношения с Господом, чтобы в нашем сердце, как апостол Павел говорит, чтобы Бог Духом Святым крепко утвердился во внутреннем человеке, чтобы Христос не просто временную прописку получил в нашем сердце, но чтобы Он Духом Святым крепко утвердился в нашем сердце, мы должны вынести из нашего сердца всякое свинство. Все то, что Богу не угодно, все то, что перед Богом является греховным, это может быть наши мысли, нечистые мысли, это может быть какие-то наши наклонности неугодные Богу, и мы где-то в глубине души понимаем и осознаем, что это Богу неугодно, но Дух Святой не может совершать служение в нашем храме, потому что Аон осквернен, и поэтому сегодня Христос приходит в нашу среду для того, чтобы обновить нас. Он имеет всю власть и силу, Он имеет ключи ада и смерти, и все абсолютно силы поднебесные, все силы бесовские подвластны ему, потому что победою Своею Он получил силу и власть, и нам дал силу и власть побеждать в имени Его, наступать на всю силу вражью, и да поможет нам Господь, друзья мои, если нам дорого наше отношение с Богом, если мы когда-то переживали состояние первой любви, состояние нашего общения с Богом, если оно нам дорого и по какой-то причине оно утеряно, то нам нужно вынести, а выносится оно посредством покаяния и отречения, как это сделал Йов. Я раскаиваюсь и отрекаюсь. Посредством этого всегда происходило очищение и освящение святилища, друзья мои. И я уверен, что Господь хочет и сегодня очистить нашу внутренность, очистить наше сердце, очистить наше святилище. Друзья мои, я бы очень хотел бы, чтобы мы очень серьезно к этому отнеслись, чтобы всякое свинство, которое не угодно Богу, живет еще в нашем сердце, в наших мыслях, в наших помышлениях, может быть посредством того, что мы оскверняемся от стола князя мира сего, который сегодня предлагает. Когда-то юноши очень серьезно решили в сердце своем не оскверняться от стола царского. Друзья мои, сегодня через сеть, мировую сеть, через интернет дьявол предлагает столько разных снедей, через которые человек просто оскверняется, и его душа теряет общение с Богом. Сегодня Господь очень серьезно говорит к нам и призывает нас к тому, чтобы мы все это вынесли из храма сердца своего, чтобы Христос мог поселиться в нашем сердце, чтобы мы опять почувствовали теплоту его святой любви, его объятия, чтобы мы опять могли вернуться, как этот человек, который был очень свирепый. Этой дорогу боялись проходить другие, может быть, многих и сегодня тоже боятся люди, боятся связываться с кем-то. Как одна сестра сказала другой, говорит, слушай, с этой, пожалуйста, не связывайся, там в ней какой-то дух говорит. Друзья мои, мы должны сегодня выйти, чтобы получить свободу, выйти, потому что только Иисус, Он тот, кто дает эту свободу, и Он сказал, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Сегодня Господь каждому из нас предлагает. Друзья мои, не проблема, что может быть ты находишься в какой-то ситуации. Мы даже знаем, друзья, мы живем в таком мире, если наш дом месяц или два не убирать, там все покроется пылью. Друзья мои, и Бог установил, именно в духовном служении установил периоды, где человек должен был приходить пред лице Господня, чтобы опять наладить эти отношения. Точно и так сегодня Господь просто говорит к нам, если ты хочешь наладить свои отношения, вынеси все то, что оскверняет твой храм. Вынеси в покаянии, вынеси в отречении, и Бог освободит тебя. И этот человек, которого просто боялись, он стал больше не таким страшным. Он перестал быть страшным. И когда он хотел пойти за Иисусом, то Христос сказал ему, нет, но иди в свое селение и говори о том, что сделал с тобой Господь. Друзья мои, я абсолютно уверен, что каждый из нас, который пожелает опять найти эти отношения с Богом, он будет свидетельствовать о том, что сделал с ним Господь. Это не просто пример, друзья, это не просто какие-то совпадения, это предназначенное Богом. Это то, что Бог делал и будет делать. И те люди, которые просто сказали Христу отойди от пределов наших, вы знаете, они еще очень милостиво поступили с ним. Очень милостиво. Если бы сегодня, а Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, если бы он пришел бы к христианам и к какому-то фармеру пришел и уничтожил такое количество свиней, нанес бы ему такой материальный ущерб, то я думаю, как минимум, он подал бы на него в суд, друзья мои. А те люди просто попросили удались. Я бы очень хотел бы, чтобы сегодня мы с вами обратили внимание на самих себя. Чтобы мы проверили свое сердце, проверили свое святилище, проверили свой храм. И если в нем есть что-то, что Богу не угодно, давайте мы это все вынесем. И тогда только мы опять получим возможность служить нашему Богу и иметь с Ним тесное общение. И Дух Святой будет учить и наставлять нас. Когда Христос пришел в буквальный храм, Он сначала выгнал все из этого храма, друзья мои. И это хочет Христос сделать и сегодня. Он сделал бич и выгнал, и Он сказал, что дом мой, домом молитвы наречется. А чем вы сделали его? Вы сделали его вертепом разбойников. Друзья мои, сегодня Господь призывает каждого из нас. И сейчас, склоняясь в молитве, мне бы очень хотелось, чтобы до глубины души это коснулось каждого сердца. Чтобы мы просто попросили Бога очистить нас. потому что воля Божия есть освящение наше. Чтобы оно чистил нас, обновил нас, и чтобы опять восстановил те отношения, которые мы имели с нашим Господом. Склонимся и будем молиться. Субтитры